Что такое фиджитал-спорт? Мы объединяем цифровое и физическое. Мы берем киберспортсменов и заставляем их бегать, прыгать. Идеологическая какая-то составляющая тут есть? Идеологическая, конечно, есть. Есть социально невовлеченная молодежь, которая сидит в этих компьютерных играх. Эту молодежь надо оттуда вынимать. И мы знаем как? Через спорт. Здравствуйте, это программа «Евразия дословна». Меня зовут Камила Тилова. И сегодня мы беседуем с руководителем проекта «Игры будущего» Игорем Столяровым. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Здравствуйте. Стоит, наверное, начать с базового. Что такое фиджитал-спорт? Что такое «Игры будущего»? Это международный мультиспортивный турнир. Там будет много спортсменов. Мы надеемся, что международных. Там будет 16 дисциплин различных. В том числе там будут чисто киберспортивные дисциплины. Киберспорт, наверное, он больше известен как такая целостная штука, как целостный вид спорта. Потому что он, кстати, в России признан видом спорта. И даже есть уже дисциплинарное так называемое признание. То есть там не только киберспорт как один вид спорта, но и по дисциплинам мы тоже их признали как страна. Например, мы недавно признали такую штуку, которая называется «трехмерный тактический бой». Так. Очень сложное название. А вообще в простонародье это стрелялка, шутер. Это в VR-очках бегать? Или сидеть за компьютером? Не в VR-очках. Это просто специальная дисциплина киберспорта. Я просто продолжаю рассказывать про «Игры будущего». То есть там есть и такие штуки, там есть и более сложные фиджитал-дисциплины. Вот да, вот здесь не самая понятная история, расскажи. Не самая понятная. Мы объединяем цифровое и физическое. Мы берем киберспортсменов, ну так, совсем грубо, и заставляем их бегать, прыгать, испытывать их на выносливость, на мощь, на силу, на смекалку, как в классических видах спорта. То есть есть, например, киберспортивный футбол. Есть киберспортсмены, которые в этот киберспортивный футбол играют. Мы их заставляем после киберспортивного матча выходить на площадку. Ну, там мы тестировали несколько видов. Или на паркет, футсал, или на газон. Ну, я не знаю, кстати, где мы остановимся. Скорее всего, это будет все-таки газон искусственный. И точно так же, как они играют в киберспорт 5 на 5, точно так же они 5 на 5 начинают гонять в мяч. В наш с вами любимый классический футбол. Ну, классический футбол 11 на 11, а здесь 5 на 5. Но главное, что он живой, физический. Живой, физический, молодежный, динамичный. Мы там играем с хронометражом таймов. Мы их там по-разному отсекаем. Мы там от 10 минут пришли сейчас к 7 минутам и так далее. Но это не важно. Самое главное, что это те же самые люди. Это та же самая команда, которая и киберспортсмены, и физические спортсмены. Точно так же происходит и в хоккее, и в баскетболе, и в единоборствах. Я сейчас вас удивлю, поражу вас самое сердце. Я представила вам геймеров, которые борются. Они существуют, да? Потрясающая картинка. Представь себе октагон. Вот эта клетка, где происходят вот эти бои по смешанным единоборствам. Туда, вот мы предыдущие тестовые соревнования так делали, туда опускается консоль с плойкой. Ну, это приставка, на которой они играют. Плойка или приставка. Они играют в Mortal Kombat. Туда, кстати, можно загрузить на другие типы, другие дисциплины в киберспорте существуют. Там, знаете, Street Fighter есть, есть Tekken 7 и так далее. Ну, Mortal Kombat. Самая популярная, ее многие знают. Они играют, после этого консоль поднимается вверх, они в халатиках, разгоряченные, у них берут халатики, и они уже в перчаточках, они начинают физический поединок. Потрясающая картинка. Игорь Юрьевич, я понимаю, вот как рождаются спортсмены обычные, а как в Fidgetal спортсмены появляются. Это получается, обычные спортсмены приходят и учатся пользоваться пультиками? Или наоборот? И так, и так. Когда мы разрабатывали философию, мы спрашивали очень много у классических наших спортсменов, что вы делаете между тренировками, и у тренеров спрашивали, мы опять же были поражены, насколько сильно они уже в цифре находятся, насколько сильны классические спортсмены. Футболисты играют в футбол на компьютере? Тренеры говорят, мы приходим после тренировки, они говорят, вы хоть в душ сходите. Они в раздевалках сидят, говорят, мы не докатали, мы не доиграли. Ну, перед тренировкой мы не доиграли, давайте доиграем. Я даже не думала, что так может. И берут из своих шкафчиков, значит, мобильные телефоны, или там, ну приставки, понятно, они не носят, обязательно тренировку, мобильные телефоны, и доигрывают. Называется это раунд, или матч называется катка в киберспорте. Они говорят, давай каточку докатаем. То же самое в ММА, в смешанных единоборствах, они прям все живут этим, 90% спортсменов классических, они вот, при этом самое интересное, что иногда они не в тот вид спорта играют, в который они в классике занимаются, например, футболисты не обязательно играют в ФИФУ, хотя большинство да, но они играют и в хоккей, и в баскетбол, и в стрелялки, и в стратегии, и в аркадные игры. Очень большая популярность именно киберспортивной игры. Почему? Ну, потому что мы живем уже в таком с вами цифровом мире, и потому что одна школа мыслей говорит, что действительно когнитивные навыки и командный дух, и вообще работа в команде сильно развиваются, когда ты играешь в киберспортивные игры. Это тоже поразительный факт. Потому что вторая школа мыслей говорит, что это зло вселенское. Что разъединяет людей. Разъединяет людей, что это социофобия, что это социопатия, что это неврозы, что это вообще чуть ли не наркоманская зависимость. Но вы придерживаетесь какой мысли? А мы бы не развивали эту историю, если бы мы не придерживались скорее первой школы мысли. Но здесь, вы понимаете, мир настолько гениально придуман, что баланс – это главное. И мы как раз за гармонию и за баланс. Потому что, ну, если противиться наступлению цифровых технологий и киберспорту, в принципе, ты далеко точно не уедешь. Можно запретить, например, сказать, не-не-не, это плохо, давайте это запретим. Во-первых, не получится. Уже пытались. Точно не получится. Поэтому, если человек по 18 часов играет в компьютер с адреналин рашем и с чипсами, это тоже плохо. Очень. И надо оттуда вытаскивать людей. И надо оттуда вытаскивать молодежь. Правда же? Да. И надо… А мы этим как раз и занимаемся. Мы говорим, ребята, пожалуйста, давайте сбалансируем вот эту и эту историю. Понятно, что игры будущего – это частная история. Она поддерживается инвесторами, она поддерживается спонсорами. Но также я читала, что активно она поддерживается и государством, словом и делом. А зачем это государству? То есть идеологическая какая-то составляющая тут есть? Идеологическая, конечно, есть. Мы говорим про молодежь, которая должна быть сбалансированная. Уж извините за то, что мы постоянно вот это вот слово продвигаем или гармонично развитое. Мы говорим о том, что есть социально невовлеченная молодежь, которая сидит в этих компьютерных играх. Их… Эту молодежь надо оттуда вынимать. И мы знаем как. Через спорт и через вот это сочетание физической и киберспортивной активности. Мы говорим о том, что у России есть уникальнейший опыт. И это действительно то, что мы можем делать очень хорошо по проведению крупнейших международных турниров. Мы говорим о том, что в Сочи 2014, олимпиады, которые мы вот 10 лет будем праздновать в следующем году, это, кстати, приуроченность, определенный символизм здесь фигурирует, и чемпионат мира, они были лучшими в истории. И это не просто для красного словца. У меня мурашки. Для красного словца, когда люди зачитывают, что лучшие игры в истории, лучший чемпионат мира в истории. Это действительно было так. И почему бы не использовать этот потрясающий потенциал, и плюс еще потенциал, который был еще огромное количество за последние 10 лет, было создано спортивных сооружений в стране, которые иногда в связи с тем, что нас, ну, чего же там скрывать, да, нас забанили, нас же изолировали в какой-то части вот международного спорта, они не эксплуатируются с той интенсивностью, на которую они принадлежат. Поэтому мы в том числе их загружаем дополнительной активностью, международной. Есть еще команды, которые могут это делать. У меня есть такой материнский вопрос. У меня два сына. Я, соответственно, общаюсь много с родителями. Я знаю родителей, которые серьезно вводят детей на самые разные виды спорта. Но я не знаю ни одного родителя, который привел бы своего ребенка в киберспорт. Они сами туда приходят. Между... В эти перерывы, когда вы ходите за ручкой на кружок по пению и кружок по шахматам, они в этот перерыв, значит, достают мобильные телефоны и играют сами. Игры будущего, они приведут к тому, что по всей стране появятся кружки и секции, там, в миллионниках и в райцентрах. Чьими средствами и вообще возможно ли это? Слушайте, ну мы не хотим... Во-первых, мы говорим действительно про движение, фиджитал. Не только про игры будущего, потому что мы говорим про турнир, да, который состоится в 2024 году. Но при этом уже большое количество мероприятий и уже подготовки к этому турниру тоже происходят. Тестовые соревнования наши в Казани происходят. И турниры по всей России. Но мы говорим и про движение, и про то, что вы говорите, это часть этого движения. Это образовательные программы, это те же самые кружки. Это же ваше будущее как бы? Секции, фиджитал-центры мы тоже этим занимаемся. У нас есть федерация, фиджитал-спорт, которая была недавно зарегистрирована, которая как раз про долгосрочное развитие фиджитал-движения, про человека гармоничного, про кружки, секции, образовательные программы. Нам очень помог поддержка государства. Здесь у нас есть указ президента и распоряжения правительства о том, что фиджитал-движению жить долгосрочно. И там целый комплекс мероприятий. Да, мы этим тоже занимаемся, на все рук не хватает, но мы пытаемся сами себя... Мы же люди гармоничные, мы же здесь декларировали, мы сами себя пытаемся гармонизировать, чтобы не только все инвестиции и монетарные, и немонетарные в турнир вложить, но чтобы этот, как мы говорим, паровоз поехал уже без нас. Когда мы там оргкомитет закроем, все равно это движение осталось жить. Но просто мы же привыкли все, что, например, отдать ребенка в хоккей дорого, отдать там туда-то, либо далеко, либо дорого, либо сложно. А вот заняться одним из ваших направлений в будущем, это же будет просто, получается. Ценз для входа минимальный. Потому что если это правильная компьютерная игра, ну, это ничего. Ну, то есть это закачать на мобильный телефон, условно говоря, да. А позаниматься футболом — это найти футбольную площадку. Слава богу, в стране очень много для этого создано за последние годы. Действительно, огромное количество не только спортивных сооружений, но, я сейчас научным языком скажу, спортивных сооружений плоскостного типа. Ну, это вот простые обыкновенные площадки, да, на которые может зайти любой и каждый. И было очень много инвестировано. И слава богу, что это происходит. И вот эта вот программа развития спорта до 2030 года, она реально выполняется. Не без трудностей, но, по крайней мере, там мы идем. И ценз для входа минимальный. А ценз для проведения соревнований еще более минимальный, потому что для проведения соревнований по компьютерному спорту требуется компьютер. И практически больше ничего. То есть не надо специально... Мы же, знаете, как для Сочи строили практически все с нуля. Для чемпионата мира мы переделывали огромное количество стадионов, чтобы они соответствовали нормам FIFA. Сорокатысячники, некоторые строили с нуля. Это огромные капитальные инвестиции. У нас инфраструктура спортивная в стране позволяет нам сейчас развернуть и киберспортивные, и фиджитал-турниры, практически не вложив туда дополнительно ни рубля. Ну, то есть на организацию понятно, но капитальных инвестиций стены перестраивать не нужно точно. И в этом тоже, уж извините, кайф. В этом тоже некое преимущество для страны, потому что не надо инвестировать дополнительно, а нужно ехать на существующей... Как мы говорим? Капитализировать на существующей инфраструктуре. Спасибо за этот разговор. Ждем теперь Игорь будущего. Мы тоже ждем. А я напоминаю, что это была программа «Евразия дословная», и мы беседовали с Игорем Столяровым, руководителем проекта «Игры будущего». Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Продолжение следует...